Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Константин Константинович Случевский, русский поэт, писатель, драматург, переводчик, гофмейстер и тайный советник. Родился 26 июля 1837 года. Происходил из дворян Черниговской губернии сын сенатора Константина Афанасьевича Случевского, мать Анжелика Иванова, рожденная Заремба. Воспитывался в 1-м кадетском корпусе, откуда в 1855 году по окончании курса первым учеником с записанием на мраморную доску был выпущен прапорщиком в Семеновский полк. Затем перешел в лейтгвардии Стрелковой, его императорское величество в батальон, прослужив с которым около двух лет. После поступил в Академию Генерального штаба, но в 1861 году оставил военную службу и отправился за границу. Несколько лет учился в Париже, в Берлине, получил степень доктора философии. Вернувшись в Россию, служил в Министерстве внутренних дел, государственных имуществ, а затем чиновником особых поручений пятого класса. С апреля 1891 по 1902 год состоял на должности главного редактора газеты «Правительственный вестник». Состоял членом Совета Министра внутренних дел, Совета Главного управления по делам печати, имел придворное звание гофмейстера. Был женат, имел шестерых детей, умер в Санкт-Петербурге 25 января 1904 года, похоронен на Новодевичьем кладбище. Литературную деятельность начал в общезанимательном вестнике в 1857 году, где опубликовал свои первые стихи и переводы «Гюго», «Барбе» и «Байрон». Затем помещал стихи и в иллюстрации, такой журнал был. В 1860-м поместил ряд стихотворений «Современники» и «Отечественных записках». Сразу обратил на себя внимание, мнения критики в оценке произведений молодого поэта разделились. Таких выдающихся эстетических ценителей, как Тургенев и Аполлон Григорьев, они привели в восторг. Звучный, красивый стих, пластичность образов, ясность, настроение давали основание надеяться, что из дебютанта выработается серьезная поэтическая сила. Аполлон Григорьев со свойственным ему отсутствием меры превозносил талант Случевского в таких привеличенных выражениях, что вызывал столь же неумеренные нападки, влиятельные тогда искры. Это еженедельный русский иллюстрированный литературно-художественно-эстетический журнал «Демократические направности». Он издался в Кетербурге 1859 по 1873 год. Так вот, искра начала выуживать у Случевского неудачные выражения и сделала его мишенью злых и остроумных насмеш. Гонение искры болезненно подействовано на поэта, он исчез со стороны журналов и только в 1866 году выпускает три полемические брошюры против теории Чернышевского и Писарева под общим заглавием «Явление русской жизни под критикой и стыд». В 1878 году выпустил особым приложением к новогоднему номеру нового времени поэму «В снегах». Успех поэмы поднял настроение автора, он деятельно начал печататься в разных журналах лирические стоветворения, поэмы, мистерии, баллады, ну и так далее, которые были собраны в четырех книжках. А затем вошли в состав сочинений Случевского в шести томах. Случевский написал роман «От поцелуя к поцелую», ряд повестей и рассказов, не буду перечислять. Наиболее известен роман «Профессор бессмертия», смесь билетристики, не особенно яркая и чисто отвлеченных рассуждений на религиозно-философские темы. Совершил несколько поездок по России в свете великого князя Владимира Александровича. Случевский описал их сочинения «По северу России. Путешествие императора при великой княгине Марии Павловне по северо-западу России». Для сцены Случевский написал «Город праздняется совместно с Крыловым» и «Поверженный Пушкин». Много работ. Стихи Случевский писал до самой смерти. Его, как и многие, не избежало влияния возникшего символизма. Поэзия Случевского в конце XX века вызывала такое же разделение мнений, как и в начале его творческой деятельности. Группирующийся около Случевского кружок поэтов «Пятницы» – это редакция юмористического листка слова «Яльманах Деница». Ставила и очень высоко. Называла королем современной русской поэзии. Об этом говорит Платон Краснов. Посвящала ему особые книги «Аполлон Коринфский». Значительная часть журналистики и критики относилась к Случевскому холодно, а подчас и насмешливо. При присуждении в 1899 году пушкинских премий, Котлеревский, которому 2-ое отделение Академии наук поручило разбор стихотворений Случевского, высказался за назначение маститовому поэту наградой первого разряда – полной премии, но большинство голосов постановило ограничиться почетным отзывом. Такую популярность оценок объяснял Венгеров неровностью творчества Случевского. По словам Венгерова, ни у одного из наших поэтов с именем нет такого количества слабых стихотворений. Сам стих Случевского в начале его деятельности «Звучный и красивый» за годами стал тяжел и неуклюж. В особенности в стихах полуюмористического и обличительного характера. После смерти Случевки оказался достаточно быстро забыт, несмотря на то, что многие деятели культуры Серебряного века, большинство символистов – Ходосевич, Мандельштам, Пастернак – высоко ценили его творчество и посвящали его поэзии статьи. Лишь в 1970-х годах, когда начали появляться многочисленные аналитические статьи и были защищены две посвященные поэту кандидатской диссертации, произошел подъем интереса к творчеству Случевского. Окончательная переоценка вклада Случевского в русскую литературу произошла уже в постсоветское время. Ну вот так вкратце о русском поэте, писателе, драматурге, переводчике, гавмейстере, тайной ее советнике Константине Константинович Случевскому. А теперь я хотел бы почитать вам некоторые его стихи. Стихотворение «Ты тут жила». Ты тут жила, зимы холодной, Покров блистает серебром, Калитка, ставшая свободной, Стучит изломанным замком. Я стар, но разве я мечтами О том, как здесь встречались мы, Не в силах сам убрать цветами Весь этот снег глухой зимы. И разве старости печальные Всему прошедшему не жить? И ни единой музыкальной Хорошей думы не сложить? О нет, мечта полна избытка, Воспоминания чувств былых, Вот вижу лето, вот калитка, На петлях звякает своих. Июньские ночи, стрекотания И плеск волны у берегов, И голос твой, и обожание, И нет зимы, и нет снегов. Следующее называется «Я ласкаю тебя, Как ласкается бор». Я ласкаю тебя, как ласкается бор, Шумной бурью в теме неодетой. Налетает она, покидая простор, На устах своих с песней запетой. Песня бури сильна, Чуть в листву залетит, Жизнь лесную до недр потрясает. Овет умершую ветвь, Блектый лист не щадит, Все отжившее на земь кидает. И ты бурю за песню ее не кори, Нет в ней злобы, любви к разрушению. Очищает прогаленный краском зари И простор словиного пения. Тихотворение называется «В мороз». Под окошком я стою, Под нос себе пою. И в окошко я гляжу, И от холода дрожу. В длинной комнате светло, В длинной комнате тепло. Точно с дура на балу Тень скачет по стеклу. Под окошками сидят, Да в окошке не глядят. Знать на улице в окно, И глядеть-то холодно. У дверей жандарм стоит, Звонкий сам лист учит, Экипажа встали в ряд, Фонари на них горят. А на небе-то черно, А на улице темно. И мороз кругом трещит, Был и я когда-то сыт. Тихотворение называется «В театре». Они тень Гамлета из гроба вызывают, Маркизы, позы, речь На музыку кладут. Христа Спасителя для сцены сочиняют, И будут петь Христос, Так как и те поют. Уродов-буфонат с хвостатыми телами, Одетых в бабочек и в овощей земли, Клевых подагриков с наростами, с горбами, Они на божий свет состряпов извлекли. Больной фантазии больные порождения, Одно других пошлей, одно других срамней. Явились мир искусств плодами истощения, Когда-то здравых сил пролгавшихся людей. Толпа обвалит смотреть, причиною понятной. Все эти пошлости нетрудно объяснить. Толпа в нелепость, как море необъятной, Нелепость жизни жаждет позабыть. И вот последнее створение называется «Вот Новый год нам святцы принесли». Вот Новый год нам святцы принесли, Повсюду празднуют минуту наступления. Молебны служат, будто бы ушли, От зла печали мора потопления. И в будущем году помолятся опять, И будет Новый год им новой обидой. Что если бы встречать иначе панихиды? Ну, вот такие стихотворения Константина Константиновича Случевского. Конечно, очень мало я прочитал. Ну, вот примерно так. Все, пока-пока. Всем привет. Сегодня познакомились немножко Мульбиографии Случевского, Константина Константиновича И некоторой его стихами. Пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова